Мы сегодня в моей команде замена, место выбор шоу ненадолго, Тимофея Николаевича, его крестный отец, его дядя, Железов Сергей Валерьевич. Он же по совместительству лучших питомников от России, я не преувеличиваю, мы уже в мире можем сравнить, не по объему, а по качеству саженцев и по качеству сортов. Сегодня кое-что, вы можете задавать вопросы, это вторая половина вебинара. А первая половина, я специально, как от вашего имени, что-то вроде интервью, подготовил к нему вопросы, пусть выкрутится, пусть отвечает. Так, значит, вот это вот, то, что справа я не буду зачитывать, пожалуйста, вот сейчас, за секунд десять, прочитай, что здесь написано. И ты, Сергей, прочитай, ты этого не читал. Я уже прочел. Всем здравствуйте. Знакомь? Справа? А справа, это моя супруга, на фоне цветов. Так, красота спасет мир. Но мы все долго считаем, что фрукты спасут мир. Но тем не менее, кто там еще у нас? Слева это мой сын Александр, справа моя дочь Валерия. А, так, пожалуйста, громче говори. Значит, сейчас, друзья, я отвлеку вас чем? Я хочу, чтобы вы поняли нас, тех, кто учит. Я не зря вот это вот перевел, да? Вот. Имеешь ли ты право учить, если ты не выручил ни одного дерева? Так учителей уже, по-моему, больше, чем садоводов. Так вот, вот это вот рассказ, мне всегда вовремя что-то подворачиваться. Я специально рассказываю, посмешить вас, заставить задуматься. Итак, Сироклинов, я перевожу сразу на нормальный язык, является живым классиком. Почему классик? Потому что его цитирует, использует его литературное произведение на школьных олимпиадах. Однажды он взял и помог школьнице, сам написал. Вот, а писал он сочинение по мотивам своего, своего школьного, то есть школьного, своего литературного произведения. То есть он сам себя, получилось, преподаватель, поставил тройку и сказал, что автор сочинения. Не понял, замысел автора. Сам себя не понял. Неправильно ответил на вопрос и не раскрыл тему. Так, ну что, не будете нас строго судить? Позвольте такого. Итак, теперь, вопрос важнейший, важнючий. Я начинаю с конца. Если тебя, Сергей Валерьевич, возьмут на высшие средства и пообещают грант в миллион долларов, ты станешь заниматься генномыльчатой продукцией? Ну, конечно же, нет, как любой здравомыслящий человек. А миллион? Ну, зачем мне этот миллион? А, ну, да, все, ясно. Так, понятно. Так вот, смотрите, вот, пример. Придумали такую ботву у картофеля. Жук живет и умирает. А говорят, человеку это безобидно. Вопрос. Через сколько лет, если есть эту картошку, десять, сто тысячи, на чем выбирать мы? Че? А, это вопрос? А, не вопрос. А кому? Они работают, кто-то должен этому против? Нет, ну, я, как любой здравомыслящий человек, против генномодифицированных растений, продуктов и так далее. То есть... Ну, да, безопасно, нет? Я сижу, вдыхает. Ну, понятно, если, как бы, из насекомых умирает и умы, не сразу, но когда-нибудь умрем от употребления продукции, ГМО-отрасти. Не знаю, я думаю, не будем останавливаться на этом вопросе. Ладно, короче, умирен не нужен. Да. Не возьму тебя в ней. Так, ладно. А на следующий вопрос я отвечу сам, почему. Это моя тема. Дело в том, что вот эта дама, да, Емиряна Мария, которая... Можно немножко вот ГМО вернёмся, я немножко отвлекусь. То есть, ну, есть не ГМО, есть химическая граномия. В большинстве своём она используется, то есть, в нашей стране, то есть, а есть органическая, то есть, земледелие, да, то есть, к которому мы придерживаемся. Вот. Конечно, если у вас гитары, где вы возьмёте столько органических удобрений, того же навоза, перегноя, то есть, это нереально, как бы, химическая граномия имеет место быть. То есть, на своём участке, я всё-таки думаю, лучше не использовать химию, потому что многие задают вопросы, спрашивают, а сколько нам нужно добавить калиинофосфорных удобрений, там, азотосодержащих, то есть, я, честно говоря, я не знаю. То есть, чтобы пользоваться такими удобрениями, то есть, как пишут, добавь там ведро калиинофосфорных удобрений в яму, там, всё это перемешать и так далее. То есть, яму мы будем касаться, все, наверное, в курсе, что ям никаких делов специально не нужно. Хотя бы нужно знать, сделать анализ почвы, что у вас там содержится, сколько там подвижных фосфоров и так далее. То есть, так наобум нельзя это сыпать, ничего. То есть, думаю, масштабов там дачного участка, то есть, либо какого-то сельского, то есть, участка, можно где-то найти какого-то перегноя, то есть, либо содержать сад по типу деревного перегнояного способа содержания почвы, то есть, все эти траву, потом и кости не убирать, всё это перегнивает, то есть, и тем самым поднимаем, естественно, сбив со смысла, прошу прощения, вовнулись в первый раз, естественное плодородие почвы, прошу прощения, вот, ну, это вот, что касается не ГНО, а агрохимии, то есть, так вот. Ну, у меня всё. Так, значит, я отвечу Марии сам, потому что у неё головная боль, у неё есть хорошая основа, есть абсолютно зарощенные непроходимый фруктовый сад, поэтому ответить полностью, это надо несколько вебинаров, а мы ограничимся только тем, что обратите внимание на то, что я выделил, да, вот, здесь много из хорошего, здесь есть и южный склон, здесь есть и берег, который тоже не помешает, вот, смотрите, самое главное, человек собирается убрать всё лишнее, тут вопрос, что и как убрать, кое-что я вам объясню, расскажу, вот, значит, сразу у меня бросились в глаза, что чек пишет, взамен семечковых сажать косточковые, это сам себе команда даёт, вот, это означает, что с моими трудами знаком, раз, теперь, соблюдите внимание, ищу я сейчас дома, куда сажать груши, в центре сада есть сухостойный участок, возможно туда, логично, опять по железу, вот, вы гряды где-нибудь прочитаете, что груши, как огня, боятся сырости, как-то не странно звучит, вот, и вроде на сухие места, теперь, советы по обрезке, сейчас кое-что скажу, очень понравилось ваше предложение по организации семинара, это я, может быть, уже, да, проехали в этот вопрос, что-то я, уже энтузиазм потерял, вот, если думаете организовать, только, вы, может быть, не знаю, я в затруднении, так, важно понимать сроки обрезки, сразу скажу, сразу, иди, а, ты, а ты, что, рассказывай, когда надо обрезки, обрезка делается весной, то есть, до начала сока движения, то есть, конкретный месяц указать невозможно, потому что у каждого разные климатические условия, то есть, у нас, конкретно, я занимаюсь этим в март, я немножко раньше начинаю, потому что, у меня большой объем, плюс у меня еще приличный сезон, то есть, я до прививки начинаю обрезку, то есть, ну, пораньше, пораньше немножко, то есть, это где-то, середина марта, то есть, первые числа, потому что, рук не хватает, вот, и приходится все это заранее делать, ну, где-то у нас, примерно, так, конец марта, если так, в идеале, то есть, ну, год на год не приходится, то есть, бывает резна ранее, то есть, тут, с точки fella дня не скажешь, то есть, конкретную дату обрезки, то есть, уже, В принципе, когда потеплело, то есть, начало таять, то есть, ну, можете смело уже начинать, то есть, обрезку в саду, то есть, ну, значит, передаю слово. Ну, я только добавлю, что обрезка наименее вредна, она вредна всегда, наименее вредна во время сокодвижения. Это время ремонта яблонь, груш, абрикосов и всех деревьев. Вот, когда после зимних испытаний, после того, когда они обломаны от морозобоины, после того, когда они испытали на себе зубы зайцев, мышей, лосей, это же имеется в виду в целом. Вот, для этого природа предназначила время сокодвижения. После него никогда, ни летом, ни осенью, ни зимой, все, что вам насоветуют, а у них просмотров миллионы, сотни тысяч, это предатели. Вот эти слова меня и не любят, и говорят, да ты не надо с ними связываться, говори как надо. А как я могу им противостоять? Только вот напугав вас. Это предательство. Не вздумайте. Не убивайте деревьев. Вот. Вот все про обрезку. Теперь, значит, разуйте глаза. Вот он и заброшенный сад. А? Все являемся. Вольняемся? Ну, а что? Ну, ну, неплохо. Ну, вот, на левой фотографии не такой уж и он заброшенный дерево, это, в принципе, как и не старое. Ну, ага. Ага. Узнаешь? Узнаю. Кто это? Китайки. Китайки, китайки. Это чистая породистая китайка. Производитель будущих яблот полукультурных, плодокультурных. Участник производства вот таких вот, когда-то природа, а потом мы создали вот такие. Вот. То есть они тоже представляют собой ценность. Дальше. Сейчас я тебя буду пытать. Почему? Вот это вот фотография сделана 15 лет назад. Рядом стоит главный редактор Фазенды. И спрашивает, Гогалвина, и спрашивает меня, Валерий Константинович, вы че, у вас такие, видите, а вы тут, это как она, ранеткой занимаетесь. Вот. А ранетка была огромная, а ко мне приезжали, как они называются, сборщики, перекопщики. И говорю, ранетка есть? Потому что она была самая дешевая. И они имели большую выводу. Стоилось, Сергей Валерьевич, к вам, вы прощаетесь, отъехать на 230 километров на север, и уже ничего нет. Ну, то есть считается Краснодарский край, это чуть ли не родина слонов. То есть я перевожу в нормальный язык, родина ранеток, многих сортов полукультурных яблогруш. А толку-то вот их и брали. Вот такие вот. Теперь, значит, она исполнилась ей 35 лет, и она попала под бензопилу. Это все в этом году, наш приятель. Так? Ага. Полностью было все это, все отрезано, оставлено контрольной веткой мной. Так, Елена Александровна, привет, надеюсь, вы меня слышите. Вот, опять я вас использую. Так. И вот это вот, все, что наросло зимой. Да, кстати, качество уже вот здесь, годом раньше, абсолютно несъедобное, с больными, немногочисленными семечками. Удалось свернуть эти качества за счет страшной обрезки. А мы, я говорю сейчас, Мариной, Марии. Так? Вот. Вот, большинство деревьев, даже, ну, очень старые, они, кажется, уже все, их пора выпиливать. Но первый этап, обрезка на омоложение. Так. Вот оно, смотрите внимательно. Вернулось? Вернулось. Значит, после этого, если вам достался запущенный сад старинный, на несколько лет, это все несколько лет я это проходил, возвращаются вот эти качества родные. Даже ранетка выглядит празднично. Так? Вот. А потом уже, за этот момент вы уже определитесь. Вернулись в качество, не вернулись. И тогда топор, тогда уже этот, как он называется, это без заказа. Вот. Теперь, качество вернулись. Вот эти все ветки были у нас, несколько оставленных, контрольных. Половина продана, половину нет. И вот теперь, Сергей Валерьевич, что мы будем делать? Вот. С одной стороны, я воплю на всю страну. Ранеточный, как бы, ареал, если так назвать, ранеточное изобилие заканчивается. Зачем питомникам заниматься вот этим вот, когда у них везде в объявлениях и на фотографиях, а еще нарисованы яблоки размеров в футбольный мяч. Так? Попробуйте вот это продать. Короче говоря, у тебя два варианта. Первый, ты все оставшиеся черенки у меня забираешь, поливаешь, и никто не купит. Люди утратили интерес давно уже к ранеткам, то есть, поэтому их в садах мало, то есть, и особо никто не занимается их размножением. Кому она нужна, эта ранета, если как бы можно купить 100-граммовые, 300-граммовые, да? А где, а где купить? Ты что, страну накормишь? Нет, ну, в каком плане ранетки, смысл плоды купить, или саженцы? Может быть, хотя бы сохранить в качестве деревьев для потомства? Ну, для себя можно пару штук. Для потомства? Я тебя оставил несколько летчиков. Ну, можно для себя, то есть, на масштабах питомника, ну, не имеет смысла, это и 100 человек. И 100 человек один спрашивает, ну, а у вас есть или нет, как можно? Если у тебя не купили эти жердели роскошнейшие, двухлетки, или даже трех. Трех, наверное, можно. Вот. По 250 рублей не купили, это позор уже не нам, потому что питомник как бы лучше, так он... У тебя были случаи подмерзания саженцев в жердели, пока они вот так на поморочке? Нет, не было. Ладно. Ну, в общем, с темой мы эту, как могли, раскрыли. Вот это вот для чего? Опять же, к Марии. В общем, мне кажется, что таким образом можно раньше руча опустить, чем сад выкачивать. Давайте так, перейти за подлецом с землей, чем-нибудь закрываете, плотным, не дышащим, и под сердцем ниже сгнеть саму. Единственное, надо знать, что корни будут гнить и отравлять почву. Кислотность будет повышаться. Вот это просто надо учитывать. Ну, вы же не зря после яблони собираетесь садить косточковое. Ну, и понятно. И вы меня сейчас спросили, а что и как? Я говорю, ну, я должен подойти к каждому дереву и сказать сразу, это выпиливай. Вот, это не трожь, а это бери и делай сильнейший обрезку. Вот, потому что уже спустя год вы будете знать, какая сейчас сада еще послужит. А сейчас вы проведите, все-таки садить-то надо. Так, теперь, Сергей Валерьевич, вы эту фотографию не видели? То ли Псков, то ли Тверь. Это ваш садженец, поздравляю. Узнаете его? К сожалению, нет. Ну, видишь, что мой. Это точно ваш. Так, а почему вопрос возник? Смотрите. Итак, приходит письмо от Тамары Колодиной. Не убрал ее электронный адрес. Ну, ладно. Ну, можно сейчас убрать. Сейчас убрать. Но уже поздно. Ну, ладно. Да, по-моему, это. Я, кстати, многие просят, наоборот, оставить адрес. Вы мне сообщайте. Почему? И когда я говорю, я буду на вебинаре говорить. А многим уже собираются себе, находить себе подобных. Так, каталоги Сергея, персики, корни собственные. А где твои привиты? Корни собственные, и часть была привитых, но привитых совсем на весну мало. Осталось, привитые, привитые закончились. Стались только корни собственные. Вот почему. Хотел бы услышать его мнение по поводу персиков, привитых, корни собственных. Плюсы, минусы, планы на будущее. Ах, я отдохну. Так, еще раз вопрос. По поводу персиков. Вот я тебе приготовил. А, есть корни собственные, есть привитые. Какие есть различия? Да, да, да. Ну, в качестве плодов, в принципе, различий никаких нет. Единственное, что плодонарушение может на год позже вступить. То есть, ну, незначительно может быть, чуть-чуть мельче. То есть, ну, и взимостойкость, там, немножко у корни собственных, там, на пару-тройку градусов отличается. То есть, в меньшую сторону. А больших различий нету. То есть, по качеству плодов. Это как серебряная медаль, золотая. И то, и то. Да, да, да. То есть, у персика нету такого разброса. То есть, если у косточки посадить, то есть, плоды не ухудшаются. Комментируй посылка. Ну, это вот персики у нас посылки. Человек попросил, видимо, не обрезать. То есть, обрежет сам и возьмет черенки на прививку. То есть, те, кто просят, я не обрезаю. То есть, их возможно, я имею в виду саженцы, если их возможно положить в посылку, то есть, можно и не обрезать. Если человек сам знает, как обрезать все это сделать. Или обманет, не обрежет, погубит, а, Сергей Валерьевич? Ну, вообще, если это как бы на месте, то есть, меня уговаривают, тогда я не обрезаю. То есть, ну, в посылке я всегда обрезаюсь. Погубишь за свой счет. Ну, да. Да, я предупреждаю. Были случаи, конечно, у меня там и трехлетние саженцы, четырехлетние покупали, упрашивали меня, то есть без обрезки сказали сами обрежьте, ну не знаю, обрезали или не обрезали, то есть это было осенью последний раз, то есть сказали сами умеем, все обрежем, то есть ладно, долго меня уговаривали, что не обрезали, я согласился, то есть, а в посылке большинстве в своем, то есть я все сам лично обрезаю, то есть и как бы. Жалобы бывают по получению? Да, жалоб не бывает, бывает, почта подводит, то есть посылки задерживаются, ну это как бы больше не на меня жалоба, то есть я не несу ответственность за работу почты, либо транспорта компании, то есть вот в этом плане бывают жалобы, то есть задерживаются по посылке, но это одна из та, то есть, ну две максимум, то есть, ну, потому что такие факторы не от меня зависящие, то есть. Так, ну вот эту фотографию я делал лет 15 назад, прокомментирую, я попробую по персикам, то есть это по укрытию, я так понимаю? Полуукрытие? Ну, полуукрытие, то есть, ну мы в принципе не укрываем сейчас вообще персики, то есть у нас бывает и 40, последние две зимы 40 точно было, то есть, может чуть больше, то есть, практически не подмерзли, то есть, ну тут ветки отогнуты, еще там немножко можно так их формировать, то есть отгибаешь ветку, то есть потом снегом присыпаешь, как бы такой естественный утеплитель, то есть. Вот такой случай, правильно? Да, то есть, она ее может легко пригнуть, то есть у них веточки такие пластичные, то есть, и засыпать, в принципе, снегом, если он есть, то есть. Еще один праздник, еще будет, смотри, Москва на проводе, как посадка, нравится? Угу. Ага. Погоди, погоди, не пропустить бы. Ну, письмо. Так, сейчас, сейчас, это просили очередной заказ отправить чуть попозже, чтобы не валялось на Новый год, все так, ну естественно, что я высылаю больше меня просят, меня заранее поздравляют, сейчас скажу почему, вспомню. А, вот почему наш праздник. Прикладываю фото, это ваш абрикос-академик, растет у мамы в Оренбурге, я вчера в этом году наелась настоящих абрикосов. Как жаль, что в моем детстве такого не было. Ну что, опять тебе? Твой огород, только не камень, а? Ну да. Вот. Похвалаться. Наелась настоящих абрикосов. Ну здорово, погоди, еще не все, вот, потому что пришло недавно, я не успел тебя познакомить с ним. Еще фото моей саженцы абрикосов в Подмосковье, из ваших косточек, теперь мое. Семнадцатый год, и уже есть цветочные почки, но это абрикос, он еще скороплодней. Надеюсь, в будущем летом получить несколько плодов. Среди них моя гордость, рыжие, корни собственные и абсолютно культурные. Несколько саженцев разолапо соседям и наблюдаю. Наш человек, да? Угу. Вот, здорово. Так, теперь, кто это у нас? Так, я написал Москва на проводе, а где фамилия? Я, наверное, стер, кто-то мне недавно претензию передавил. Ну ладно, но это все не придумано, вот, любуйся. Ну, неплохо, неплохо. Это с косточки, да? Нет. Нет? Это твоя работа, это с этого. Кто-то это, пусть тебя не смущает. Я просто письмо не понял. Так, теперь, какое отношение ты имеешь к Иркутску? Ну, к Иркутску, у меня родственники в Иркутской области живут. То есть, родственники жены, то есть, ну и, в принципе, все мои отношения к Иркутску. Ты там бывал? У тебя как там климат? Ну, да, там по прохладней, конечно, по прохладней. То есть, не в самом Иркутске бывал, а 600 километров от Иркутска. То есть, еще до Иркутска доехать надо. Ну, там вот сейчас морозы под 40 стоят, 38 было. Вот этот праздник, так праздник. Смотри, я устроил, потом кто сам мечтает, я устроил, это называется, допрос. Результат допроса. Внимание. Были бы такие рисунки, если бы нет. Смотри. Свои саженцы узнаешь? Скажи, что нет. Узнаю. Узнаю. Я не узнаю, а ты узнаешь. Яблоки узнаешь? Да. Так, снова яблоки. Целинный синапс права, 100%. Так, Иркутс, посмотри, обрати внимание, никаких дебильных штампов. Согласен? А если человек отрезал в эти метки? Ну, это я раньше так выращивал, то есть, двумя почками прививал, то есть, и не убирал, то есть, побеги. Один штамп не делал, то есть. Так. А это че у нас такое? Ну. А, ну это непонятно. Нет. Ну, от атерса не отказываешься? Нет. А это вообще для меня загадка. Смотри. Это явный клон. Так. Вот это вот твой питомник, первый твой раз. Продолжай, я тоже отвечу на звонок. Угу. Хорошо. Почему большей, чем хорошей пор? Это абрикосы однолетние, наверное, было лет 14 назад. Первый мой опыт с абрикосами, то есть, все хорошо пошло, то есть, и выросли они, наверное, метра два. То есть, ну, абрикосы у нас по силе роста сильно росло, так скажем. То есть, ну, поэтому у них такой рост. Ну, и по двое у нас еще были, то есть, не однолетние, а двухлетние. То есть, корневая система работает как за два года. То есть, поэтому они такие вымыхали, что лето, по-моему, было влажное. То есть, и все у нас так прекрасно, хорошо выросло. То есть, это моя сестра, и, не знаю, лет 11, наверное, сейчас ее уже 25, ну да, лет 14 назад, то есть. Вот. Да, и, кстати, я тебе, это, тебе и всем, знаешь, парень, ты показал питомник, да? Ну, да, я просто, при себе, просядно. Дело в том, что вот эта мода на, это, одно из главных загадок, я разгадал их уже множество. Как питомники, в том числе крупнейшие в России пишут, и подводные в России пишут, прививка на сеянцы абрикоса, прививка на карликовые абрикосы, прививка на полукарлики. Где, что это такое? Нет, ну, у нас, я совершенно сказал, limp лечИ, но я не говорю, что абрикос манчжурский в силе роста, в общем, он как бы сильно рослый. И поэтому за сезон можно вырастить двухметровый саженец. Ну, я объяснул, что это ב�部 due días 2-летние, то есть корневая система у нас как за 2 года работала. А, вот. Да, это 2-летний у нас промокл gamine ел. А еще палец загибает. А что еще? Ты же сделал открытие два дня назад и не заметил. Это первое твое открытие. Настоящее, научное. Я уже забыл. Для тебя это норма, как у этого. Каждый день подвиг. Слушай, там дальше будут специальные фотографии. Я тебя интригую и всех. Это третья причина, почему ничего не заглезает. Да ты сам должен догадаться. А вот она. Посмотри. Чего она еще? Влаги. А, вот, вот, вот. Да, у нас и вода, и почва. То есть у нас бывшая русла реки. То есть очень большое содержание солей. И это влияет на зимостойкость. То есть периодически как бы летом не приходится поливать. водой со скважины. То есть, а там очень много соли. То есть и соль, и морозостойкость тоже в принципе. Я так думаю, что она влияет. То есть, что не рвет кору у нас. В минус 40 даже. То есть все открытие. Я уже забыл просто под вечер. Это абсолютно правильно. Ну да. Я давно об этом думал. Вот этим же зрителям. Стакан с чистой водой. Минус один. Лед. Сыпанул соли. Минус пять. Да, да, да. То есть соль влияет. А у нас предгорье. Вторая причина. Предгорье. Это значит очень минерализованная вода. Да, да, да. Мы же пить не можем. Как? Это же не секрет? Что мы привозим с города. Получиться. Питьевую, да. Потому что там она настолько жесткая. А это как плюс для деревьев. И вот. Один из секретов, который. Ну как ты. Ты знаешь. Ты сам догадался. Я тебя ни разу не думал. Нет. Ну я давно об этом думал. Что про морозостойки. Что это все-таки. Влияние оказывает. Да. И чтобы нам мордой не тыкали. Что у нас микроклимат. У нас минус сорок хренов микроклимат. А вот. То, что минерализовано. Это наш огромный плюс. Но это надо использовать тоже. Ведь где-то можно и анализ делать. Правильно? Ну да. А где чистая хрустальная вода. Зачем легкая. Которая стирает. Знаешь, у нас это. С речки берут. С колосса не берут. Просто деревни. Так, а все и питьевую воду с ней с ней берут. Вот, вот. Мы раскрыли один из главных серий. Для меня главных это сам. 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 Так. У меня праздник на душе. За тобой книга. Скоро будешь. Так. Значит, это Андрей. Так. Твой родственник. Полборсник. Это середина лета. И это сраженцы. Это яблони. Жмлевка. Яблони. Которая на подвое. На хранивых отводках. Сибирь. Так. Вот. И они сказали, что это неправда. В Сибири такие вырастать не могут. Нет. Могут. То есть никаких удобрений там не используем. Ну бывает максимум там навоз. То есть. Вот. Дело в том, что у нас лето было в этом году влажное. Самый полезный полив. Это дождевой. То есть. Влажное и тепло. И поэтому они за сезон у нас метр восемьдесят. Метр пятьдесят. Выросли. Год не приходится. Когда вот склажины поливаешь там как бы ну метр. То есть. Там плохая вода. Лишь бы не померли. Да. То есть это как бы пользы никакой. Так. Так. Вот это вот. Слева. Это я нашел. Как раз там есть соседние фотографии. А это в горшках. То есть саженцы. Это себе оставленные. То есть. Да наверное. Да не знаю. Может быть и продал. Дело в том, что ты рядом стоял. А у тебя в руках саженец был в этом. Прям с горшок держал. А я взял. Тут же тебя щелтал. И тут же я щелтал вот эту. Ну это жигулевская. Жигулевская. Нет. Это мелба. Да нет. А. Ну не видно просто фотографии. Дело в чем. Почему я показываю. Форма такая. Я показываю потому что. Уже идет разделение как. Ведь ты когда берешь дикие побои с лесами. 2-3 года. Ну да. Потому что в лесу особые условия. Там где они растут. Там смешанный лес. То есть. И много очень. Тень затеняет сильно. Им 2-3 года. То есть. До того момента чтобы их проявить. Они в лесу растут 2-3 года. То есть. За сезон. Там. Возможно. То есть. Вырастет. До нормального состояния. То есть. Ну который. Который. Подходит для прививки. А знаете. Для чего. Это сейчас. Затем-то разговор. Дело в том. Что. Переход на карлики. Одна из важнейших причин. Это раннее плодоношение. Ну. У тебя. Питомники. Несколько. Ведер. Карлики. Это больше для промышленных садов. Там. Пять лет. И все. Это все вырубается. Выкидывается. То есть. Для своего сада. Как бы. Это нецелесообразно. То есть. Ну. На саду 35 скоро? Нет. Я говорю про карлики. То есть. Ну. Это больше для промышленных садов. То есть. То есть. То есть. Отстают по скороплодности. Или нет. Корневой отводок. И карлики. Ну. Нет. У нас на второй. На третий. Бывает. Год плодоношения. Первое. То есть. Абрикосов. Еще быстрее. То есть. Бывает. За одно лето. То есть. Абрикосы. Завожили цветочные бочки. И саженцы. Которые остались на весну в горшках. То есть. Они поехали в Красноярск. То есть. И у нас была полная газель цветущих абрикосов. То есть. Вот. Однолетние прививки. Однолетние. То есть. Двухлетние по двое. И уже все в цвету. Первый же год. Нет. На тот момент и по двое. То есть. Однолетние. Все однолетние было. То есть. Честно говорю. Слушай. Это. Нет. Это особые условия. Видимо. Абрикосы. 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 Абрикосов. Абрикосы. Абрикосы. Груши. может быть то есть это есть там одна известная фирма продает под видом все подряд и все культуры абсолютно никого на видны я не хотел говорить ну назовем до байкер присылают саженцы все покалеченные варварские обрезанные то есть но он колонавидный пока он так обрезан то есть он там выживет после того как и над ним издевались то есть он все равно голова на виду не будет пойдут побеги то есть ростовые почки или проснуться и так далее то есть ну не верьте рекламе скажем вот приглядись всем говорю вот штамп да почему на нем уже ни одной сливки нет если бы колонавидка она вот так бы продолжала потому что это невозможно природе ну ладно с этим разобрались придерживаться а теперь еще и такой вопрос смотри сувенир востока и сувенир восток почему когда это это вопрос получается ко мне когда выделяются такие вещи да резко надо же как-то это продать эту линию некому сувенир восток а вот это тоже как колонавидку захочу и назову колонавидкой прежде чем меня разоблачат несколько несколько раз как колонавидка успеет дать урожай а потом соответственно почка но за два вода носит штамп вертикальный больше 2 года не даст ладно проехали вот это тоже под видом колонавидки могу продавать теперь после того когда немножечко с тобой вот сейчас люди познакомились на заочно тебя знает уже несколько лет как успешного судовода да зачитываю специально беспрецедентный случай для сенсации в СМИ и Минсельхоза которому не нужны специалисты Сергей Железов главный вопрос к тебе почему ты молодой человек 30 лет с 20-летним стажем потомского садовода в скобках знаменитая школа семинар Железова образованием колледжа агрономии и с лучшим садом плодопитомника в России и зимучим на морозе могу написать единственным зимучим на морозе в Сибири не смог поступить на первый курс имея диплом агронома кстати агронавситета бесплатно и без экзамена но это вопрос наверно не ко мне а к университету в который я поступал то есть поступить то я смогу только на платное то есть нет но дело в том что я это вопрос принципиально и я не знаю для чего я просто успокоиться не могу позовут за границу что я к чертове мать или это я просто это из меня злость вылазит ну на этом застрять внимание не будем там свои обстоятельства то есть ага что конечно им уже не нужно то им не нужен вот все это нет им не нужны были то есть деньги на бесплатное там бесполезно перевестись хотя там 10 бюджетных мест свободно то есть это как раз для уникалов люди не посещают то есть я проучился курс то есть и понял что если ты поступил на платное то есть там правдами и неправдами ты уже не переведешься на бесплатное то есть потому что университету нужны деньги если там 10 мест бесплатных государство платит государство платит 10 человек на тебя просто отсутствие пройти собеседование каждому с ним должен поговорить как минимум профессор определить уровень знаний сказать ты хоть молодой человек ты хоть раз не посадил яблони прикол цветочек огонец посадил нет там 20 бюджетных мест а 10 просто там видимо так просто на удачу поступали и ни разу не пришли то есть 10 бюджетных мест за них будет платить государство потом может как оно бывает концу их найдут хорошо но я-то понимаю что мы с тобой не два человека когда-то дойдет это самое что если набирает людей на бесплатно за них платит государство так вот естественно что уже первый а у тебя уже этот полный курс этого самого техника сельхоз мы тебя берем на третий на четвертый курс к сожалению к сожалению то убрали то есть после допустим того же техникума можно было раньше поступить на третий курс а сейчас все как бы по новой только на годы линии лучше учиться то есть никто и себе специалисты не нужны ну не знаю ну сейчас ладно посмотрим какой ты специалист как ты относишься к шмигу или веток вообще никак не отношусь и так не делают то есть это вот варварство прям так скажем вот почему это логично нет это логично листья не дниют ну если они дниют то есть ну если осень задержится то есть товарный вид сохранил если осень задержится то есть могут проснуться почки и почки и пойти в рост то есть это нельзя так делать видно что они даже ни один ещё это наверное слишком рано то есть это все это был бы яблочек спас ну это где-то в августе то есть в августе ну можно было просто то есть обрезать там одну треть или половину так как они без земли то есть половину кроны обрезать то есть и посадить так, как и есть, то есть, прошу прощения, сейчас, где-то, вот так. То есть, новый вариант, вот так отрезаем, нижней части листья не трогаем, пусть дозревают почки. Да, но это вот то, что касается, допустим, то, что человек день-два, то есть, и посадил, то есть, то, что касается посылок, то есть, мы ждем, когда саженцы подготовятся к периоду покоя, то есть, начнут сбрасывать листу самостоятельно, то есть, они уже спят, то есть, почки вызрели сто процентов, то есть, к периоду покоя подготовились, то есть, и получается, то есть, они уже спят, и весной просто просыпаются в новом месте, то есть, вот, смысл такой, что касается почтовых отправок, то есть, почтовых, там, неважно, каким способом, то есть, осенней посадки, то есть. И я что заметил, я же для тебя сам этим занимался, жду до октября, как правило, или уже пожухли, или уже опали, приходят они в Европу, а там еще, и нормально прерываются, вот. Другое дело, вопрос принципиально, отрезаем половину, нижней части листья остаются, это если на месте садим, приедет тебя дядя Коля, там, с Саяно-Горска, Шушинска, да, прям все с ними посадят, а шмыгивать, это, в общем-то, я считаю, запрещенный прием. Ладно, я уже беру тебя на второй курс, будем вместе, что-то. Идем дальше, к концу будет пятый. Вот. Теперь. Иркутск. Людер, Товар Санинец, скажи, пожалуйста, что у него в руках за абрикос? Я чуть не это. Ну, он немножко недозрел, сложно сказать, ну, чем-то похож на серафин, то есть, видите, он зеленоватый, и так будет. Нет, крупноватый серафин. А это просто фотография так сделана, то есть, рука вот близкая к объективу, то есть. Да я перестал узнавать из этой гибридизации. Мальчик. Ну, это не сомневался вообще. Ну, иржи, ты корись давай, как ты умудрился? У меня сроды столько, что с такой скорости не было. Гуча морковки. Как ты это умудрился из-за? Нет, с лишним выучшим, с ума с проблемами. Да, все, читай, лекцию целую. Берешь косточку. Ну, это косточки после стратификации, наверняка услышали, стратификацию, то есть, где-то получается начало января, конец декабря слегка важноватый песок, они закладывают все, то есть, убирают в хогрид. То есть, до этого хрест хогриди, потому что сборы урожают. То есть, и земля, как только оттает, то есть, в апреле они были высажены. То есть, ну, бассейн и бусы, это как бы, специально сделано, то есть, чтобы они не перерасли, то есть. Что они продаются? Ну, да, там они уже с большой скидкой продаются, ну, особо как-то спросом не пользуются, эта культура. А ты знаешь, что... То есть, я раньше, как бы, работал с персиками, то есть, прививал персики на нее, ну, как бы, потом времени нет этим заниматься, то есть, что... А, самый первый персик, да, на второй год, сколько, 13 или 17, в ладоши. Алло, да-да-да. Так, сколько вы проговорили? А, слушай, я что-то знаю, что-то слышно, что-то нет. Чего, чего сказать? Напротив меня, соседку, Свет, Светлана, по-моему. Ты про... Да-да-да. Ага. Ага, варик, ага. Да-га. Так, Сергей Владимирович, ты, Марти, не заметил? У тебя эти, ладно, бусы растут, они сейчас всего же, там где-то, чуть выше колено, на третий год. А эти на третий год у тебя не проданы, это, в частности, ну, да, в конце. Угу. Вот. А у нас еще почва такая, богатая, так скажем. Ну, там досталось побогаче. Да. Но дело в том, что, согласись, на третий год такое чудо, да? Да, то есть они буквально за два года взрослыми становились. Да-да-да. Да, они пожиже были посаживаны. Сейчас там у тебя их лежит полушетно. Я забыл, видимо, про них надо. Да ты забыл, а я-то... Да-да-да, надо пристроить. Куда? Еще немножко и топор. Пока не, пока не топор. Вот это вот кусты 10 лет. Когда заканчивается сбор, это я вместо себя комментирую, вот это, я вас не видел. Вот. Как было? Проезжали мимо, можно. Два литра по 17 набрали. Представляете? Вот это драк кустик. А агротехнику сказать, ты не в курсе, я садил. Ну, лет 10. Вот. Оказалось, там куча гравия. Прям чистый гравий. Я прямо выдолбил в гравий ямку, корни, засыпал, посуду. Вот вся агротехника. И вот это в чуть-то не соляк, то есть растет как хочет. Ни ухода не требует. Только не подходи с секатором, не делай масштаб и не осветляй. Вот, пожалуйста, результат. Вот я бы сказал. А это, уж извини, твоя работа. Рассказывай, чтобы право пустить. Ну, это вишневолочная в горшке, это где-то 2 года примерно. То есть это третий год, я бы. Ну, третий, наверное, да. То есть это осень, я так понимаю. Кто-то приезжал, приобретал. То есть она была с плотами. Непрошески, соответственно, в питомнике не собирал. Он уже плоти такие перезревшие. Как-то они где-то в уюле созревают. Это, наверное, на август. На середине августа. То есть, вот. Ну, в принципе, не знаю, что еще рассказать. Рассказай, это самое. А, это вот, нет, это в Краснодар саженцы едут. Это конец августа. Вот за моей спиной. Это же в горшках там саженцы. Да, да, уже влезаные. Ладно, короче, товар высшего качества. Вот это я хотел прицеркнуть. Теперь вот это письмо. Сейчас, я пойду. Я не знаю, то ли тебя ругает, то ли тебя хвалит. Итак, еще одно письмо из Иркутска. Я тебе столько подарков приготовил сегодня. Надеюсь, что ты это. Вот это вот нормальное письмо. Его можно читать, его можно не читать. Человек делится планами. Так, вот. По вашему совету весной обрублю лопатой. Оставлю на месте. Ну, то есть, селечь идет о этих. Смотри внимательно. То, что я выделил, читай. В сентябре купил у Сергея Валерьевича 23 саженца, хоть у меня и отговаривал. Ты зачем его отговаривал, читай? Ну, то есть, это была пересылка почтой. То есть, листья не собирались еще падать. И даже близко. То есть, вот. Была вероятность того, что посылка может не дойти. Так он, ты бы отговаривал, он бы у другого купил. Нет, я отговаривал. Был бы мертвый сад. Человек сказал, вот, как бы, это на мой страх и риск. Был бы мертвый сад. Был такой разговор, я прекрасно помню этот случай. То есть, человек взял ответственность для себя, очень сильно меня уговаривал. То есть, я ему отправил. Не верил в успех, честно говоря. Ну, все получилось, видимо. Быстро они дошли. То есть, мне вот это убило. На другое бы сказал. Конечно, кого у него. Да, вы все на стрибуции плодоносит. Постоянно давать. Чего ты отстал от этого самого. От современной жизни. Отговаривал. Кого прошел? Ну, ясно не ел кого. Я тоже, я вначале отговариваю, неважно, косички, свиньки, вот. Потом говорю, я рисковал, вот и результат. Хотите рискуете, хотите нет. Вот так я сговариваю. То есть, это, не отговариваю. Так, теперь, вот это вот Белоруссия. Следующий вопрос очень болезненный. Смотри, расширяется круг. Писаны идут уже со всей Европы. Кстати, когда-то, допустим, не свежий был и Замбли, и даже Канады. Но реально мы говорим о близнем кругу, то есть близнем зарубежье. Это Белоруссия, Казахстан и Украина. И туда, и туда, и туда, и отправляю косички. Проходят. Вот. В ни одного случая. Челенки берут у меня из, так сказать, стиль с узубой, в Белоруссию, Казахстан. Так. В Украине не пробовал, боюсь. Говорят, ну, все я же отвечаю в Белоруссии, да. То есть, и, наконец, в старомстве тебя отрясут, отвечаю. Казахстан я отправляю в Белоруссию, еще ни разу не пробовал. То есть, ну, раз на раз не приходится, бывает, посылки возвращаются. Там, почта России не знает почему. То есть, доходят до Москвы и разворачиваются обратно. И, ну, большая часть саженцев, то есть, все прекрасно доходит. Гарантию дать не будешь? Заработок почты нет. Ну, то есть, если она вернется обратно, в любом случае, человеку либо деньги вернули, либо еще раз отправлен. Ну, то есть, если осенью уже, как бы, не успевают, то есть, на весну переносится посылка. То есть, ну, конечно, ничего хорошего пока нет. Ну, все равно граница дырявая. Я, например, Прибалтику отправлял. Отправляю, отправлял, допустим, Псковов отправлял. Нет, я согласен, я тоже так делаю. То есть, у кого-то, если есть родственники, там, в ближайшем границе в городе России, то есть, я отправлял так. Ну, сейчас я напрямую, то есть, Казахстан, точно, да. Ну, ладно, выяснили еще один вопрос, потому что даже я не знал, что у тебя был прокол. Так, теперь, сейчас мы с тобой будем разбирать, где наши, это, слабые места, почему мы не можем всех удовлетворить. Итак, Вишня-Сибирская штамбовая. Вот. Я это называю государственный запас. Когда-то в Европу надо вернуть. Ну, государству нахрен не надо, я уже говорю русским языком. Нахрен не надо. Хрен это не мать, от безусловно. Это растение такое. Так. Так вот. Это ладно. Почему ты не выращиваешь на продажу вишню, которая, пусть самая кислая, из наших вишен? Даже как степная. Ну, как бы я и выращиваю, но всегда с первого раза получается. То есть, вот, вообще я ее хочу вырастить в качестве подводя для черешни. Ну, и часть, как они собственного видения. Это такая вещь, которая в Сибири померзнет с высокой вероятностью. Есть, как бы, и есть зимостойкие. Но ты сможешь, честно говорить, у вас померзнет, а? Нет, я как бы выраждаю, что максимальная зимостойкость там 35 градусов, это максимум. Ну, то есть, все правильно, молодец. Теперь, вот это вот, ну, правда, снимок старый, это не смотрите на вот эту дату, это, что я с этого фотографировал, с экрана в этом году. Вот, это очень старый снимок, так, это, я вас ничего не выпускаю. Меня спрашивают, почему вы не продаете саженцы смородины? Отвечай. Я откуда знаю. А, почему саженцы не? Ну, мы выращиваем очень мало, потому что работы с плодонными деревьями хватает, то есть, кустарниками проблематично заниматься, то есть, там, раз не полил, то есть, и все, и, то есть, кустарников у тебя нету, то есть, вот. Это просто трудозатратно, то есть, и, как бы, не лежит душа, то есть, поэтому я очень мало выращиваю, если выращиваю, то мало. А, спрос есть? Спрос есть, как бы, ну, не хватает у меня силы, времени заниматься кустарниками. Так, все понятно. Теперь, почему ты тогда не стал халтурить, ведь можно было из этих семечек вырастить столько, как морковку? Не, ну, знаете, как бы, семечек, это, что мы родим, семечек выращивать, это, как бы, не стоит смысла, то есть, это вряд ли что-то получится, то есть, для грязни. Мой личный опыт, на шестой год плодоношения и плоду в два раза мельче, ожидаемо. Орех манчжурский, почему не выращиваем на продажу саженцы, растут, как бешеные, всхожество процентов, это моя проверка. А почему манчжурский орех не выращиваем? Ну, он очень спросом не пользуется, так скажем, то есть... Не пользовался лет восемь назад, когда я единственный раз вырастил штук. Ну, он до сих пор, то есть, там, оставшиеся, то есть, там, два или три штуки, то есть, я каждый год не выгорчевываю, я, кажется, год его спиливаю, то есть... А он прет... А он все растет и растет, растет и растет, то есть, еще не избавишься от него, так просто. Да, 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 людей не отпугиваю, а может, все-таки. Но я распродам, у меня осталось сотни, две косточки, я распродам, но я имел в виду, ты скажешь, оставляй мне, я сейчас двадцать, двести этих санцелович. Не скажешь? Нет. Все, дальше идем. Так, теперь фундук, сверху фундук крупное, это дерево, которое заброшило в саду соседа, ему около сорока лет, но урожай до сих пор дает. Вот это крупное, это забрали уже перед снегом, вот так, что осталось, так, что упало. Вот, а они же, это лещина, она более надежная, она на твоем участке растет. Вот, если, это самое, ее, все это уже в таком виде, сейчас покажу, стратифицировано, вот, продавать не стал. Семечку, саженцы купят у нас, если вырастишь. Ну, ты, твои, по-боже, все. Ну, я думаю, да, то есть. Ну, тут немного, соты идет. Ну, еще надо, чтобы это все взошло, то есть. Так, значит, то есть, в принципе, найдешь покупателей. Ну, я думаю, да, на такое количество, как бы. Ну, девчат за прием, племя. Пусть занимаются. Твои сестеры, ладно. Когда-то был мой триумф. Это, знаете, в каком двадцатом веке было, это первое дерево, научился ухоренять. Вот, у меня сейчас есть прекрасное дерево. Но дело в том, что я его лет 15 назад первый раз укоренил побольше на продажу. Эти полсотни штук продавал, продавал, штук 20-30 продал, вторую половину подарил. И сказал, больше сюда не буду. Сибиряки не знают, что такое. Сейчас у тебя клиенты в пол-Европы. Вот. Будешь выращивать? Ну, опять же, нет. Нет времени, нет сил. Так вы говорили. Нет сил. Ладно. Это я тебе допрос устроил. Извини, это со мной-то сама. Я представляю большую группу людей. Они мне эти вопросы задают. Я не против. Вот. Вот это вот вишня штамповая. Ой, я уже заговариваю. Это вишня степная, правильно. Максимальный урожай был 7 ведер. Проверенный ведрами. Вот. Чуть-чуть улучшена с помощью тем, что 2 года пожила, черешня погибла. Мои первые опыты, черные когда. Не смотрите на дату. Еще раз говорю. Фотография делалась для особого случая с экрана. Где вы увидите фотографии, да? То есть вот такие вот. Это значит, что оказывается, чтобы не было пиратства, мне пришлось эти же самые фотографии, чтобы меня же за мои фотографии не обвинили в пиратстве. Был такой момент. Исчез один фильм из таких фотографий. Ну то есть лекция исчезла. А они же мои же и были. Ну так какие-то правила дикие в Ютубе. И вот получается, а может и правильно, получается, что я брал с экрана и фотографии делал повторно. Ну нормально же получилось. А дата стоит свежая. А на самом деле она делалась лет 10 назад. А это, ну как это называется, первая фотография, так сказать, самая настоящая. И вот получается, они обращают внимание на эти даты. И вот это вот дерево с косточками, вот. Я сейчас могу прекратить продажу косточек и сказать, сальцы будешь выращивать степной? Самая морозостойкая из всех вишен. Самая неприхотливая, самая не вкусная. Тоже некогда. Нет, я не буду выращивать, то есть люди больше интересуются штамбовой, то есть, потому что это немножко дает поросль, то есть, она как бы в виде кустарника больше, чем дерево, то есть. Да, поросль. Но у нас ее нету, потому что мы косим раз пять за сезон, то есть и молодые побеги эти скашиваются очень легко, то есть мы не выращиваем до того, что же там уже надо с пилой подходить, там эти побеги убирать, то есть, как бы, в принципе. Но сорт неплохой, как бы, ну... Для самых неприхотливых степных районов. Да, да, да. И называется степная. Да, то есть. Так, теперь вот эта хитрость. Значит, черешню я привил на вишню. Так. Прошло время. С вишни были взяты черенки. С вишни. Не говорил, что черешню. Черешню черенок, он в десятки раз, как бы, не важнее, как бы сказать, как мечта. Допустим, если это черенок, вишня, это как синица, то черенок, черешня, это как журавль в небе. И вот что получается. Вот. По моим понятиям, она должна была благородить вишню. Смотрим. Здорово, да? Один пример. Второй пример. Я не видел, что именно с этого куста. Таких кустов у меня несколько было. Берется веточка. И называется. И я без всякого обмана. И все уже знают. Это не первый раз. И это все снималось живьем, прям в саду. Вот живьем. То есть не вот сейчас экрана. Мало ли, может, это не моя фотография. А живем в саду. Веточка отрезается. Высылается в Калининград. И в одном случае получается роскошнейшая вишня. Смотрите, монета. Роскошнейшая вишня. А не вот эта вот, которая вот. А тут есть... О, вот на ней, вот на ней, вот на ней. Вот видите, вишенки. А вишня укрупнилась вот так. Это у меня. Потом у них. Калининград. И, наконец, черешня. Когда я получил фотографию, я буду... На седьмом небе отчасти. На седьмом. Прикликтивная гибридизация существует. Гены черешни отрезаны ветки остались. Вот. Что говорит другая? Что этого не может быть. Никогда. Ну вот он вот с черешней, он как бы с генами... Бывает и наоборот. То есть... А, да-да, кстати. Бывает наоборот. Вишня может сожрать гену черешни и выплюнуть, и даже не оставить. Да-да-да. Поэтому чего? Это мечта. Это сказка, которую, как этот говорил, комедий, мы должны делать мылью. Да? Вот. Ладно. Еще один пример. Это абрикос, который я привез в Харсонскую область. Я нашел эту фотографию. Это ретро. Эту фотографию сделан тогда, когда цифры, по-моему, это близко не было. Вот. Я ее привез в 1999 году. Привил через два года. Получил первую. Я ждал 150 грамм. То есть они на дереве были, Бельсовский район, Харсонская область, они были от 50 до 150. Вот прям разрушился. Я помню эту банку. И я привозил банку из Украины, так? А самая крупная... А, это была банка уже помельче. Потому что девайзер самый крупный в горлышко-трехлитровой банке. Ага. И я получил средненький. На следующий год я получил вот это чудо. Вот это чудо. Потому что его абрикосы тоже назвать нельзя. То ли нектаринного слива, то ли сливовый нектарин. Что-то. Хрен поймешь. А ведь это же абрикос. И тогда у нас сейчас есть четыре дерева. А насчет, разумеется, ставок пока все. Кто будет брать членки? И кто будет возвращать им эти качества? 150 грамм. Не, ну членки-то мы возьмем вот там. А у тебя хватит терпения вот этих? Ну, можно по-хитрому. Размер вернуть можно привить на культурную. О-о-о! На академик, то есть 100-граммовый академик. И потом уже с него взять опять же веточку. То есть привить на другой подвод. Ну, одна у нас уже есть такая. Ну, что такое одна прививка? Пусть даже прикрепит. Нет, ну, надо этим заниматься. Ну, все время не хватает. Короче, я стараюсь, стремлюсь. Короче, попросишь меня, ладно. Поехали. Еще один момент, еще одно направление науки. Вот это вот девочку узнаешь? Узнаю, конечно. Так, это Даша, Тимошкина мама. Была вот такой. Господи. Вот. Она позирует, почему? Я на сливу привил вот эту веточку абрикоса. Вот. Получилось укрепление в два раза, полтора. А потом она погибла. Почему? Я даже не предлагаю. Ткнул и забыл. Ну, на заводе работал. Какой черт вот это? Вот. Какая черта селекция? И, если бы эту линию продолжать, можно было бы иметь уже сад абрикосов привитых на сливе. И уже не с коротким веком. Специально показываю. Я тебя должен пытать. Вспоминай. Вот Даша. А вот эта девочка той самой. Это 2005 год. Она приехала с своей мамой. А мама это Головина главный редактор. Которая верила, не верила. Печатала в него каком номере. Но приехала. И вот они позируют. Это я уже не помню. А вот это абрикос самый мой лучший на сливе. А на следующий год погиб. А было ему всего 6-7 лет от рода. А уже получилось как в анекдоте, когда мужик говорит. Ну уже совсем лошадь отучил кушать. Еще бы 2 дня и привыкла бы без еды. А она сдохла. Ты понимаешь, в чем обида моя сидит? Ну понимаю, надо было продолжать просто. А сейчас. И этапчик, наверное, не продюнул. Предлагай. Ну я согласен, что не хватает на селекцию времени. Еще одна селекция. На этом тоже остановился. Я теперь карлик попробовал. Да, и что там? Господи. Корневые отводки. Подношения сразу. Ветку берешь повыше с этого самого. И все. И получаешь карлика. На кой тут это? Вот самое. Понятно, да? Опять вегетативная гибридизация. Узнаешь девочку? Опять дашь. Еще моложе. Это я в мудлице фотографировал. Ну и что? Вот персик, вот абрикос. Если этот самый. Отрезается ветка. Я к тебе как гороному. И в то же время как садовод и любителям обращаюсь. То есть это две половинки одного человека. Если здесь моростойкость увеличилась, увеличилась. Не замерзали, не замерзали. Откуда она идет? Вот отсюда. А если я ветку отрежу? Остались гены или не остались? Абрикосовые моростойки. В смысле персик, если мы отрежем? Да, персик отрежем. Он в это самое стал более моростойкий. Ну конечно, несколько градусов. Я думаю, это удалось. Ну я так думаю. Это наша такая теория. Я думаю, что это все взаимосвязано. То есть на зимостойкость это влияет. А тогда... Многократный перенос. Тогда такой, извини, еще хитрый вопрос. А моростойкость абрикоса уменьшилась? Этот же градусов на 10 минимум. А моростойкость упала у абрикоса? Ну-ка. С уверенностью сказать не могу. То есть, возможно, да. То есть, как бы, возможно, да. Но у абрикосов у нас такие... Я проверял, манджурцы это теряет моростойкость, даже когда она не культурный период. Я проверял. К сожалению, этот мы проходили. Да, усоединение происходит. Но когда отрежешь. Мне говорят, я хотел тебя услышать. Моростойкость сохранится. Тогда есть смысл заниматься. Да, да, да. Не, ну вы помните, первые персики, которые у нас появились. То есть, хасановские, минусинские. Они же периодически у нас подмерзали. То есть, а вот мы прививкой сколько раз уже перенесли. Да какое поколение. То есть, и сейчас минус сорок, ни один не укрытый. То есть, небо обмерзает. Видишь, по хорошему опыту надо на тысячах ставить. Не, ну это понятно. У нас не такие масштабы, чтобы на тысячах ставить. У нас нету таких возможностей. Я здесь практически плачусь. То, что я не смог никому ничего доказать. Больше страх. Почему я завел этот разговор. Это я всю жизнь остался, чтобы заказывать. Вот яркий пример. Вот здесь ворота, вот эти железные. Это уже нет этого забора. Вот эти ветки, которые мешают проходить. Вот это, господи, черешня, которую я привил. Два года она пожила. Говорю, Олег, хоть и теперь наш участок. А был-то не наш. Вот. Это я пряму привал. Я тыкву везде, где мне разрешали. Говорю, вот эту растет ветку отрежь. Подрастет ту отрежь. И так постепенно черешня будет. Вот даже не подошел. Ну, не подошел. Все эти черешни погибли. Раз, два, три, четыре. Вот. Ну, а результат какой? Говорит ты? А, ну, в этом году я обратил внимание, что вот именно конкретно эта вишня намного вкуснее, чем обычная штамповая. То есть, генами передачи черешни вкусовые качества как бы изменились. А если ветку тебя отрежем, получше вот это? Вот я не только тебя пытаю. Я пытаюсь, кому это интересно. Получше вот это, если ветку отрежать и перенести в Калининград или там еще дальше. Или хотя бы вот такая. Вполне возможно. Потому что она и по цвету, и по вкусу отличается. То есть, возможно, в общем, мы же тогда проходили и останемся такими же сиперцами отмылки. Не, ну, однозначно же не можно, нельзя же сказать, что да, у нас получится там что-то ближе к черешне. То есть, потому что бывает подвой, то есть, очень сильное влияние оказывает. То есть, ну, в Калининграде, я думаю, потеплеет. Ну, еще в этом плюс, то есть, что она более культурное качество взяла. Да. Идем от обратно. Тут сидел твой любимый племянник, он же твой прекрасный сын, Тимоша. Я взял прям при всем, что он на роде, задал ему вопрос, который мне не понравился. Если человек кормить только одними бананами, он станет обезьяной? Он сказал, станет. Он даже не задумался. Даже вот сразу, понимаешь? Мне нравится, что ты не становишься ни в какую позу. Вот. Только это, я больше таких не берут, ученые. Вот там, там все заранее известно. Ладно, подходим к главному вопросу, а потом еще будет несколько. Главное для меня. Плодоношение. Сдаешь? А, в смысле, что рассказать? Нет, нет. Это сувенировалось только, правильно. После 2005-2006 год. Сорокорадостная зима, длинная. Что от него осталось? Так, теперь. Я вопрос тебе этот задавал однажды, а сейчас хочу, чтобы ты при всех сказал. Значит, если вот эта весна, вот начинала свечить, тут тебе рядом мертвое и рядом цветы. Даже цветы живы. Даже урожай был. Вопрос важнейший, он касается всей науки, потому что я придумал уже не гибридативную гибридизацию, то есть я не придумал, я придумал Мичурин, да, но я сторонник. Я придумал отдельную совершенно науку под названием селекционное клонирование. Если нет почки, которые замерзли, и которые живы, дальше продолжай ты, имеют одинаковую морозостойкость? Ну, теоретически, морозостойкость должна быть одинаковой. У цветочных почек одна, морозостойкость у ростовых другая, но это теоретически. Ну, здесь на этой фотографии, то есть, как бы, часть почек, то есть, у части почек, то есть, оказалось, насколько свыше, чем у остальных, то есть, ну, если как бы продолжать, продолжать, то есть, эти почки, возможно, то есть. А если меня осенью взяли, а они все живы, ветки все, и вот эта вон, мертвая, она вот прекрасная веточка, да, вот она мертвая, мы тут ее отрезали, да, и которая, вот живая, смотри, и эту отрезали. Это не выдержало, это выдержало. А вы взяли ее осенью, привили? Не привили, срезали. Срезали, а и привили на что-то. Весной следующей. Да, весной. Что вы это, можно таким путем сказать, что мы отобрали наиболее предельную морозостойкость и ветку, вот она? Или, или все это херня? Ну, на стое этой фотографии, я думаю, что да, то есть, если мы там, потом, как выяснилось, что она более зимостойкая, то есть, ну, да, то есть, мы более зимостойкая, то есть, мы более зимостойкая, то есть, мы более зимостойкая, то есть, мы более зимостойкая. Слава Богу, у нас уже двое. А теперь, это самое, это ведь не просто, это целое направление в науке. Это новый путь селекции. Будешь заниматься? Когда-нибудь, да. Если тебя попросят. Ладно, сестренку узнаешь? Узнаешь. Я привез, когда жуковская вишня, она была черная, вот пример, да? Потом она начала краснеть, краснеть, краснеть. Воглядя чему? В смысле, почему краснеть начало? Ну, рядом штамповые вишни растут за счет опыления, я так думаю. Но эти опыления подразумевает наука, это уже в следующем поколении. То есть, вырасти косточки из них, а дерево-то там уже скажется? Нет. А дерево было черное, а потом вдруг со стыда покраснело? Нет, это влияет. То есть, рядом, там, у нас много, там, вот, и степная рядом, там, и штамповая. То есть, это явно влияние. То есть, влияние без зачатия. Да, да, да. Так, все, тебя не возьмут космонаватели. Возможно, ты точно не возьмут. Тебя не возьмут и ученые. А я как бы не стремлюсь. Нет, это они должны стремиться. Следующий вопрос, мне прислали фотографию, сказали. То есть, мы уже подошли к теме ветеринговизации плотно. Правильно? Угу. Вот. Вот это слива погибла. Вот одна ветка погибла, вот прививка. Вторая погибла. А привита она была на дикую сливу. Угу. Может, натертый, я не помню. Вот. Человек надеется, что когда он это все поотрезнет, что-то натертый. А вот это вот, чего ему дальше не расти, так же? Что у него плоды улучатся. А так, вот ты и попался. Ну, возможно, улучатся, возможно, нет. Я бы все бы обрезал. То есть, дерево уже свое отслужило. Это не один десяток лет, судя по фотографии. То есть, ну, не десяток, но лет десять, точно больше, наверное. Ну, тут все 20. Ну, возможно, то есть, возможно, улучшится, а возможно, не улучшится. То есть, тут, как бы, такое двоякое впечатление. Хотя бы шанс-то есть. Ну, шанс есть, да. Что бы, ну, конечно, такого размера, если там культурная слива 100-граммовая была, они не будут. То есть, ну, вкусовые качества, возможно, они там переняли. То есть, столько лет, то есть, вместе в симбиозе, так скажем, то есть, корневая система. Продолжение следует...